Здравствуйте! Очень приятно снова вас видеть в нашей студии. Сколько участков будут открыты на выборах губернатора в Единцовском районе? На выборах губернатора у нас будет 213 избирательных участков, практически столько же, сколько было на выборах президента. Ну и практически в тех же местах, за очень небольшими исключениями, в тех же местах и те же люди будут организовывать день голосования. А техническое оснащение будет тоже? Давайте напомним телезрителям, что можно будет увидеть на избирательном участке. Значит, на избирательном участке у нас будут, ну, во-первых, из 213 у нас 150 участков будут оборудованы КАИБами, комплексами обработки избирательных бюллетеней, те же те, которые были на выборах президента КАИБ-2017, то есть нового поколения. Кроме того, у нас будут, соответственно, установлены камеры с видеонаблюдением и трансляцией в сети интернет, более чем на половине участков, не на всех, но больше, чем на половине участков будет установлено. Ну и, собственно говоря, традиционное оборудование, кабины для голосования и так далее. На выборах президента также работала видеофиксация. Помогло это предотвратить какие-то нарушения? Да, работала видеофиксация. Ну, на самом деле, у нас не было таких вот серьезных конфликтов, при которых нам нужно было бы смотреть видеокамеры. Но мы со своей стороны, со стороны ТИКа, конечно, за теми комиссиями, где были установлены видеокамеры, смотрели, мы проверяли и до дня голосования, день голосования, просматривали, как идет работа. То есть, конечно, в плане работы ТИКа нам это было удобно и, скажем, создавало больше возможностей для контроля и какой-то оперативной коррекции, какой-то подсказки участковым комиссиям. По закону голосовать имеют право все, кому исполнилось 18, кто обладает дееспособностью, в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. Будет ли на этот раз обращено на них особое внимание? Будут ли комплекты, доступные выборы и что они из себя будут представлять? Да, мы, конечно, традиционно стараемся уделять особое внимание такой категории избирателей. Конечно, это важно и для них, и для нас, в первую очередь. У нас планируется закрепление в каждой участковой комиссии ответственного члена за взаимодействие с этой категорией избирателей. Он должен будет посмотреть, определить их список, при необходимости связаться, уточнить, будет ли избиратель голосовать дома. У него такое право есть, если он с ограниченной возможностью, либо он хочет прийти на участок. Соответственно, если он будет выразить желание прийти на участок, то где-то будет оказана ему помощь, там, где это будет необходимо. Мы надеемся на помощь волонтеров, общественных объединений и молодежи нашей. Что касается комплектов, о которых вы говорите, то доступные выборы, то, скорее всего, их у нас не будет. То, что они предполагают установку такой расширенной кабины для голосования, для того, чтобы человек на коляске туда смог заехать самостоятельно. Но у нас, как правило, это достаточно дорогостоящее оборудование, как правило, устанавливается там, где компактное проживание этой категории избирателей. Где они будут востребованы. Да, где они будут востребованы. То есть, условно говоря, ставить из-за одного избирателя на участке, эта кабина просто нецелесообразна, поскольку она и место много занимает, и для других уже будет создавать определенные неудобства. Поэтому мы ориентируемся на то, что мы будем помогать избирателям пребывать на участок. И самое, конечно, главное, еще раз хочу напомнить, что они имеют право пригласить на дом выездную комиссию. Вот что нужно сделать для того, чтобы пригласить на дом выездную комиссию? Значит, у нас, начиная с 29 августа и до 9 сентября, естественно, включительно, будут работать участковые избирательные комиссии. Период каждый день с 16 до 20, и по, значит, это по будням, по выходным с 10 до 14. Надо позвонить, либо попросить кого-то перенести заявление, либо у нас уже идет проект по информированию избирателей, то есть члены участковой комиссии, начиная с 7 августа, ходят по домам, по квартирам избирателей и разъясняют им сроки осуществления избирательных действий, порядок голосования, возможность перекрепиться на участок, который более удобный, то есть все вот это вот разъясняют. И в том числе спрашивают, удобно ли избирателю будет прийти на участок, либо если он имеет сложности со здоровьем, то, соответственно, предлагают ему подать заявление. Прям им можно это заявление тоже подать. И тогда в день голосования к такому избирателю придет выездная группа из членов участковой комиссии. И он сможет проголосовать. Сейчас у нас люди, слава богу, стали осторожными. Какие документы должны быть у членов избирательной комиссии, чтобы, не дай бог, мошенники не попали в квартиры к нашим? Члены избирательной комиссии имеют удостоверение, которое выдано территориальной избирательной комиссии, и за подпись председателя есть печать у территориальной комиссии. В регионе действует такой проект, как мобильный избиратель. Что он из себя представляет, какие цели у него? Это проект, который, если говорить его в официальном названии, это голосование по месту нахождения. То есть это когда избиратель, который, например, зарегистрирован в одном населенном пункте или в одном районе, а реально в день голосования будет находиться по тем или иным причинам в другом районе, в другом городе, и неважно по каким причинам, по работе, по отдыху, по общению с родственниками или просто проездом, не должен он объяснять причину. Он имеет возможность выбрать для себя любой участок на территории Московской области, естественно, удобный для голосования, там, где он будет находиться 9 сентября. Вот. Ну, этот проект проходил у нас на выборах президента, достаточно пользовался такой большой популярностью. У нас более 25 тысяч избирателей воспользовалось правом и прикрепилось для голосования на территории Московского района. Ну, конечно, это... Пока не это сделали, рассказывайте. Точно так же, как это можно сделать сейчас, значит, три места, где это можно сделать, даже четыре. Значит, во-первых, это многофункциональный центр оказания государственных муниципальных услуг МФЦ. У нас на территории района 17 пунктов МФЦ работают, в любой можно прийти. Ну, не только в нашем районе, но и на территории Московской области в любой МФЦ. Далее, это территориальная избирательная комиссия, любая, опять же, территориальная избирательная комиссия в Московской области. И единый портал государственных услуг, госуслуги.ру, при условии, если есть запись, подтвержденная запись на портале госуслуги. Кроме того, начиная с 29 августа, этим правом можно будет воспользоваться, пройдя в любую участковую избирательную комиссию. До 5 сентября. То есть, потом уже, кто не успел до 5 сентября, голосует по месту регистрации. До 5 сентября он, в период с 6, 7 и 8 сентября, может прийти в свой участок по месту регистрации и оформить так называемое специальное заявление. То есть, тоже перекрепиться, но уже только со своего участка. Потому что уже система просто не успеет обработать большое количество информации. Поэтому он получит заявление с защитной маркой номерной, которая будет уже, собственно, подтверждением того, что он заявление подал. На выборах президента досрочного голосования не было. На этот раз в избирательном законодательстве ничего не изменилось? Так же не будет? Да, досрочного голосования у нас так же не будет. У нас для тех, кто не может проголосовать по своему месту жительства, работает вот этот механизм голосования по месту нахождения. Который себя хорошо зарекомендовал. Да, он достаточно хорошо себя закриминовал в президентские выборы. Людям было удобно. В общем, у нас были, на самом деле, только позитивные отзывы. И вот именно поэтому, наверное, он и перешел в законодательство выборов губернатора. Наверное, будет основным способом. Ты, наверное, здорово почувствовать себя вместе со всеми, а не как-то отдельно. Ну да, конечно. Какие-то патриотические чувства, наверное, должны быть. Единственное, что хочу обратить внимание, что голосовать могут только жители Московской области. То есть человек может перекрепиться на участок, но при условии, если он проживает на территории Московской области. Гражданин, живущий в Москве, например, у нас не сможет проголосовать за губернатора. Равно как и гражданин, живущий в Московской области, но я имею в виду зарегистрированный по месту жительства. Не сможет проголосовать в Москве или где-то еще. А вот здесь давайте поясним, потому что недавно, я думаю, что многие телезрители слышали, было подписано соглашение о том, что жители Московской области смогут проголосовать, конечно, за губернатора в Москве, и, соответственно, жители столицы могут выбрать мэра в Московской области. Как эта система будет работать и как в ней можно принять участие? Да, это вообще абсолютно новая система. Впервые вообще в истории российских выборов она проводится, именно в первую очередь территория наших двух субъектов. Значит, Москва для выборов мэра организовывала определенное количество избирательных участков, но если говорить об Одинцовском районе, у нас их шесть. Это передвижные такие пункты, похожие на домики передвижные, сборно-разборные конструкции, которые устанавливаются. Они уже достаточно давно находятся, там можно тоже подать заявление о прикреплении к этому участку. И, собственно говоря, Москва, Московские ТИКи формируют там участковые избирательные комиссии своего резерва, они будут работать именно для жителей Москвы, но которые находятся на территории области по каким-то причинам. Что касается обратного процесса, это наши областные участки в Москве, их создано три, значит, на территории медицинских учреждений областных, которые находятся в Москве. Вот адреса их тоже все известны. Два на территории медицинских учреждений, одно на территории общежития Московского государственного областного университета. И еще один планируется создать в СИЗО Зеленограде, но я надеюсь, что туда граждане наши не будут попадать. Будем надеяться на лучшее. Кто будет следить за ходом голосования? Кто эти люди? Ну, у нас ожидается достаточно большое количество наблюдателей, традиционно. Значит, каждый кандидат, каждая партия, выдвинувшая кандидата, может назначить по, соответственно, одному наблюдателю, который может находиться одновременно. Назначить может больше, но одновременно может находиться по одному от каждого на избирательном участке. Плюс могут быть члены комиссии права совещательного голоса тоже от кандидатов, доверенные лица кандидатов, представители средств массовой информации. Ну и новшество, которое на этих выборах будет, это право общественной палаты Московской области назначать наблюдателей тоже на каждую часть. И плюс, я так понимаю, НКО смогут тоже выступать в качестве наблюдателей? Выступать, да, но сами они назначать не могут. Они, я так понимаю, что будут предлагать общественной палаты своей кандидатуры, из которых уже общественная палата будет отбирать и назначать наблюдателей от имени общественной палаты. Какие права и обязанности есть у наблюдателей на выборах? Достаточно широкие права, во-первых, присутствовать в помещении в любое время в течение работы, не только даже в течение голосования и подсчета, но и все время, пока комиссия работает, начиная с 7 утра до окончания подсчета голосов, до приема протоколов в ТИКе, наблюдать за всеми процессами, знакомиться с документами избирательными, при необходимости делать копии, документы, которые, естественно, не содержат персональные данные. Ну, собственно говоря, обращаться с предложениями, с жалобами участковой комиссии, обжаловать действия решения участковой комиссии, вести фото-видеосъемку. То есть набор прав достаточно широкий. А вот обязанностей? Обязанностей практически нет, но есть ограничения. То есть то, что не может делать наблюдатель, он не может непосредственно выдавать избирательные бюллетени, непосредственно считать избирательные бюллетени. Ну, то есть руками он, условно говоря, да, безусловно, но это не только наблюдатели, это никто не имеет день голосования агитировать. И за день. Да, и наблюдатели в том числе, естественно. Вот. И, то есть он может наблюдать за процессом, но не участвовать в организации этого процесса. Вот это, если говорить об основном ограничении их деятельности. А члены избирательной комиссии, кто эти люди? И будут ли они проходить специальное обучение? Или пока еще знания после президентских выборов свежи? Ну, знания, во-первых, свежи, но обучение все равно будут проходить. И проходят. У нас утвержденная программа обучения, которая была еще в начале года утверждена на весь год. И в том числе она вот как бы двухэтапную реализацию предполагает. Значит, мы перед этим днем голосования, безусловно, будем собирать председателей, секретарей участковых избирательных комиссий и говорить с ними, и еще раз напоминать порядок голосования, порядок подсчета голосов, порядок работы с избирательными документами. Но, если говорить в целом, у нас есть 13 комиссий, это более 1800 членов комиссий. И основная часть, порядка, на самом деле, 95% этих людей, это те, кто работали на выборах президента. Поэтому они еще тогда обучились и прошли практику. И, собственно говоря, нет сомнений в том, что эти люди достаточно хорошо подготовлены к очередному дню голосования. Знают, как обращаться с КАИБами и как помочь избирателям. Да, знают, как КАИБы. Более того, вот, несмотря на то, что у нас КАИБы были полгода назад, у нас по два члена каждой избирательной комиссии, где будут КАИБы, пришли дополнительно еще раз обучение, значит, которое проводили именно разработчики КАИБы, то есть технические специалисты. И они рассказывали, показывали на практике, на примерах, как бы, как включить, как запустить, как действовать в нештатных ситуациях, если там какие-то с КАИБом происходят. Кстати говоря, были эти внештатные ситуации? Подводила ли техника на выборах президента? Нет, на выборах президента у нас практически не было с КАИБами каких-либо проблем. Все они у нас работали, работали достаточно, наверное, так, в штатном режиме. У нас были на выборах депутатов Госдумы, но там, когда большое количество бюллетеней, там просто создавались очереди в КАИБах. Ну и для людей еще было в новинку, там еще надо было разобраться, как и что делать. Когда бюллетень один, здесь, собственно говоря, никаких у нас проблем не было. И будем надеяться, что не будет. Я надеюсь, что и не будет. Александр Вячеславович, сколько сейчас человек претендует на пост губернатора Московской области? Значит, зарегистрировано в избирательной комиссии Московской области 6 кандидатов. Все они находятся в бюллетене и, надеюсь, что останутся, то есть, ну, не, так сказать, снимут свою кандидатуру, а останутся в бюллетене. Ну и вот эта цифра будет окончательно. То есть то, как выглядит бюллетень, уже известно. Да, как выглядит бюллетень, уже утверждено избирательной комиссии Московской области. Ну, там традиционно фамилии, имя, отчество и основные биографические данные, то есть год рождения, место жительства, должность, место работы, ну, и партийная принадлежность. Чтобы выбрать своего кандидата, можно поставить любой знак, как и раньше, ничего не меняется? Да, все тоже традиционно, любой знак напротив, в квадрате, напротив фамилии того кандидата, за которого вы делаете свой выбор. Единственное, опять же, хочу обратить внимание, вот там, где КАИБы особенно, четко в квадрате знак должен быть, иначе КАИБ его может просто не распознать, если он будет там где-то левее, правее, вот в квадрате должен быть. Но потом члены избирательной комиссии будут проверять, ведь сопоставлять, наверное, результаты, которые КАИБ выдал, и то, что есть на самом деле. Ну, как правило, у нас контрольного пересчета не происходит, это происходит только в чрезвычайной ситуации, когда возник спор. То есть, вот, у нас на выборах президента такого не было, и надеюсь, что на выборах губернатора тоже не будет, поэтому, в принципе, оснований не доверять КАИБам нету, они уже неоднократно тестировались и в разных, и, кстати, не то, что тестировались вообще, и перед каждым днем голосования, каждый конкретный КАИБ, он дважды тестируется в субботу перед днем голосования, и в день голосования непосредственно перед началом. Участковая комиссия, уже конкретно полученный ей КАИБ, тестирует, проверяет, что он действительно читает все отметки, причем используется для этого настоящие бюллетени, то есть, даже не там просто бумажки, а именно тот бюллетень, на котором написано, что это тестовый бюллетень, и они пропускают через КАИБ, смотрятся, как он их считает. Сейчас предвыборная кампания в разгаре, есть ли какие-то нарушения на данный момент? Нет, кампания проходит достаточно спокойно, в принципе, вот с самого начала проводятся, я знаю, что и на территории Янцовского района проводятся встречи кандидатов, несколько уже провели, еще будут, наверное, проводиться с населением, с избирателями, ну, в принципе, нарушений у нас как бы нету ни одного обращения пока о нарушении, надеюсь, что и так и дальше будет до дня голосования. Вопросы безопасности всегда очень важны на любых выборах, как в этом году безопасность будет обеспечиваться на этих выборах? Ну, тоже традиционно мы планируем взаимодействие с правоохранительными органами, во-первых, то, что каждый участок будет оборудован с помощью, значит, будет оборудован средствами металлодетекторами, вот, либо стационарными, либо ручными, значит, в большинстве участков установлены кнопки тревожного, тревожные кнопки сигнализации, и в любом случае на каждом участке будет находиться несколько сотрудников полиции, одновременно, которые будут контролировать общественный порядок и принимать необходимые меры в случае, там, каких-то нарушений общественного порядка или там чрезвычайных ситуаций. В принципе, у нас в президентских выборах не было вообще никаких проблем с точки зрения организации, вот, именно по линии безопасности. Тоже уверен, что в этот раз у нас все сработает так же. А будет ли какая-то горячая линия для избирателей, куда можно будет сообщить какую-то информацию, которую человек считает нужным сообщить? Ну, у нас есть телефон и территориальная избирательная комиссия, у нас есть телефон, тоже горячая линия в избирательной комиссии Московской области, он будет работать и в день голосования, на сайте его можно найти комиссию, поэтому мы, в принципе, избирательная комиссия всегда готовы принять любые сообщения и звонки. А когда будет контрольная приемка избирательных участков? Это, наверное, где-то за неделю до выборов или пораньше? Она даже раньше начинается, потому что, прежде чем, ну, конечно, последняя проверка будет непосредственно перед днем голосования, когда уже будут запечатываться все неиспользующиеся помещения соседние, а, в принципе, приемка идет, там, где-то недели за три начинается, сотрудник полиции обследует, значит, пожарные обследуют, МЧС, вот, и, соответственно, после этого только составляется акт о том, что участок готов, либо там не готов, а надо что-то устранить. Это делается заранее для того, чтобы как раз, если есть какие-то проблемы, чтобы можно было подключить администрацию и устранить эти проблемы, к дню голосования выйти уже абсолютно готово. 9 сентября выборы завершатся, когда будут известны предварительные и окончательные итоги голосования? Ну, практически сразу, в ночь на 10 сентября. Ну, сложно, конечно, говорить, вот, так сказать, предсказывать, как будет в этот раз, но по опыту Марта мы, территориальная избирательная комиссия Одинцовского района, значит, все получили протоколы всех участковых комиссий где-то в районе часа ночи, часа, там, часа 30. В районе двух часов мы уже подписали свой протокол, то есть установили уже непредварительные и окончательные итоги выборов по Одинцовскому району. То есть такая скорость благодаря КАИБам? Скорость благодаря КАИБам, скорость с учетом того, что один бюллетень, даже там, где нет КАИБа, это считать гораздо быстрее, чем если бы их было много. Ну и, конечно, автоматизация процесса. У нас же сейчас протоколы участковой комиссии даже вводятся уже не вручную в систему газвыборов, в территориальной избирательной комиссии, а с помощью QR-кода, который просто считывается, и это существенно ускоряет, с одной стороны, а с другой стороны, этот процесс, а с другой стороны, практически исключает вероятность человеческой ошибки. То есть машина, человек, естественно, потом проверяет, но первоначальная информация считывается автоматически. Спасибо, Александр Вячеславович, что пришли к нам сегодня в студию. Сейчас у вас непростая пора. Я думаю, что стоит напомнить телезрителям 9 сентября в Московской области выборы губернатора. Между прочим, ваша явка – это не только право, но еще и гражданский долг, правильно? Который все-таки стоит выполнить. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ.